Журнал-пучастный с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, говорю ему... А что брат Пушкин? Ну как, брат Пушкин? Ну так, брат! Бывало, отвечай. Да как ты? Большой оригинал. Так вы пишете, вы, вернее, в журналы помещаете. Да, в журналы помещаю. Моих, впрочем, новых сочинений. Женипе Фигарков, Норма. Уж и названия мы их не помним. Все это, что было под именем Ворона Бромбеуса. Это все я написал. Так это вы Бромбеус? Ну как же, я им всем поправляю статьи. Скажите, так верно, Юрий Милославский, ваше сочинение? Да, это мое сочинение. А, прошу прощения. Ну я слышала, что Юрий Милославский господина Загоскина сочинение. Ну вот, я и знала, что она опять будет спорить. Ах да, это правда, это точно Загоскина. А вот есть другой Юрий Милославский. Вот, кто мой? Я знал ее милым ребенком когда-то. Однажды, когда ей десятый был год, она свою руку случайно разбила и плакала целую ночь напролет. Промчалась, как ясное облако детства, и как изменилась подруга моя. Она мое сердце разбила на части. Но плакал об этом один только я. Лиманка ласково кричит, вам не лишить меня рассуд. Конечно, но и гумили, но вас любить. Конечно, но и гумили, но и гумили, но и гумили, но и гумили. Что-то Бог этот и гуманчик, Но я снять ее раз, все тостают, и плачет. Радом маленьким трупом я еду, раздаваться в окно, Это кто, Алечка? Лера? Лерина? А? Лерина. Довольно у вас. Лерина. Вот отчасток сливы в огнём, Лесноясь отража, И спуща в нём сливка ловлю, Правда твой и кель скажу, Пусть она уж в безрассуде Отважаю огнижок. Что-то с ней бедняжкой будет, Нет, ушёл же, нет, скажу, Нет, ушёл же, не скажу. АПЛОДИСМЕНТЫ